Уважаемые слушатели, вашему вниманию представляется цифровой образовательный ресурс, основа баз данных и язык SQL. Данный ресурс предназначен для специальностей экологии и природопользования, землеустройства и кадастры, биотехнологии. В рамках курса предусмотрено 9 лекций и 11 практических занятий. Какая мотивация к изучению этого курса для ваших специальностей? Все мы сегодня взаимодействуем с различными программными продуктами. И в случае, когда прикладная программа является частью информационной системы, она взаимодействует с базой данных через прослойку, называемую системой управления базами данных. Таким образом, база данных является ядром любой информационной системы, в том числе информационной системы для ваших предметных областей, например, экологии и природопользования, землеустройства и кадастры. На будущих слайдах мы посмотрим примеры таких информационных систем. Также стандартом работы с базами данных является язык структурированных запросов SQL. Это язык, который позволяет создавать базы данных, изменять их структуру, наполнять данными и получать выборки из баз данных. Здесь показан скрешок программы «Эколог», где представлен фрагмент базы данных источником воздушных загрязнений в городе. А это уже фрагмент базы данных MoveBank. Это глобальный научно-исследовательский проект, в котором исследуется миграция птиц. И здесь показаны траектории перемещения птиц поверх некоторых географических объектов. Это скриншот данных географических объектов OpenStreetMaps. Это глобальный большой проект, где представлены данные географические практически по всем странам мира сегодня. И с этой географической информационной системой, по сути, мы можем работать как с обыкновенной базой данных. И это даже может быть более эффективно при решении некоторых задач. А это фрагмент публичной кадастровой карты, то есть базы данных земельных участков. Здесь можно узнать информацию о категории земель участка, его кадастровую стоимость, уточненную площадь, разрешенный вид использования. Это самая настоящая база данных и довольно-таки большая, так как, например, для крупных городов России в каждом из них могут содержаться сотни тысяч участков. Перед изучением курса необходимо знать дисциплину информатика, это обязательно, и основа программирования желательно. Это облегчит вам изучение курса. В рамках курса мы будем изучать систему управления базами данных Passgress. Passgress – это бесплатная, свободно распространяемая система управления базами данных. И из этой категории баз данных с УБД она является, наверное, самой мощной. В рамках курса мы будем изучать основы теории проектирования баз данных. Это фундаментальная основа баз данных и, в каком-то смысле, это такая математика баз данных. Мы научимся создавать баз данных с помощью языка SQL, научимся изменить структуру при необходимости баз данных и наполнять их данными. И на последнем этапе мы научимся выполнять запросы к базам данных, получать выборки из них с помощью оператора Select. Это будет довольно-таки большой раздел. Желаю вам удачи при изучении этого курса. Продолжение следует...